а вот он первый у какой хорошенький смотрите красавец красавец собственно я считаю что сейчас мы смешаем эти два компонента ай-яй-яй-яй отличный лещ отличный а лещи стоят все им нравится наши угощения им нравятся в этот раз чистые опарыши бьем редко но метко держу на клипсе и просто она вам скажу управляет мной а не я ею здравствуйте друзья с вами алексей страшный и сегодня мы на дисне с намерениями половить лещей и не просто лещей а целенаправленно крупную рыбу поимка крупных экземпляров дело непростое именно поэтому мы выбрались на реку ранним утром чтобы застать пик клёва леща более того встречать рассвет на реке это что-то неимоверное нереально красивое и вдохновляющее поэтому приходите на рыбалку ранним утром и наслаждайтесь красотой природы мы собрались на леща поэтому такой аксессуар как сито нам не понадобится поскольку лещ любит крупную фракцию это мы ему сегодня и предоставим лайфхак берем прикормку смешиваем с разваренным горохом и этого более чем достаточно для селективной ловли крупной рыбы мы используем желтую смесь для того чтобы разбавить и связать горох именно этой смесью будем прикармливать выбор цвета связан с тем что темные прикормки привлекают мелкую рыбу соответственно желтая мелкую рыбу отпугивают наша задача сегодня не ловить мелкую рыбу а поставить на точку только крупного целевого леща отдает арахисом излюбленным лакомством леща мы добавляем прикормки ровно столько сколько позволит склеить горох и забросить его в кормушке лещ в моем понимании свинья среди рыб поэтому его ловлю стоит начинать с массового закорма а перед тем как мы начнем пишите в комментариях вес самого большого леща и место где он был пойман к примеру мой самый большой лещ зависел около 5 килограммов и был пойман в австрии на реке дунай многие рыболовы совершают одну типичную ошибку они пытаются и кормить и ловить изящными тонкими удочками которые для этого в принципе не предназначены поэтому я всегда для массового закорма стараюсь использовать более тяжелые удилища для того чтобы можно было хорошо вытряхнуть кормушку сделать это качественно вот поэтому всех призываю при закорме не гробить свои изящные удочки использовать более грубые снасти для такого массированного добротного закорма именно поэтому для закорма я использую удочку комбо фидер этим удилищем я в свое время забрасывал кормушки весом 450 граммов поэтому для такого тяжелого закорма она подойдет в самый раз очень важно при закорме сделать такой резкий сильный рывок чтобы кормушка освободилась и корм выпал именно в той точке куда он был заброшен поскольку если он выпадает не с первого раза это чревато размазыванием кормового пятна и рассеиванием рыбы это еще один повод использовать тяжелые удочки а для ловли мы будем использовать такую долгожданную новинку армадейл мультифидер о его преимуществах мы поговорим далее но эта удочка выбрана не случайно дистанция предполагаемой ловли порядка 20 метров большая глубина и трофейные лещи вынуждают нас использовать мягкие хорошо гнущиеся и гасящие руки большой рыбы удилища именно таким и является мультифидер перед началом рыбалки мы еще хорошенько покормим для леща 10 кормушек в начале ловли это самый минимум прикормка у нас сегодня фактически народная это горох и сухая смесь туда мы будем добавлять мотыль туда мы будем добавлять опарыш и пинку в любое другое время я бы использовал червя лишь обожает червя от него просто сходит с ума но не знаю почему сейчас лещ абсолютно игнорирует червяка и как насадку и как добавку прикормки поэтому сделаем наш акцент сегодня на опарыша будем использовать комбинации красного желтого белого опарыша и дополнять его мотылем словом опарыш с мотылем это та насадка которую я использую фактически всегда для начала ловли чтобы понять есть рыба вместе ловли или нет поэтому если вы не знаете какую рыбу ловить и хотите одну универсальную насадку это опарыш с мотылем друзья очень полезный девайс если у вас не свежий мотыль или приключилась такая беда вот как у меня я засыпал свой мотыль прикормкой его стоит отправить на сито на промывку и буквально через 5-7 минут он у вас будет живее всех живых а мертвые частички останутся носите и их можно будет выбросить а вот он первый у какой хорошенький смотрите взял я даже в стану именно поэтому мы выбрали эту удочку она отрабатывает как нельзя лучше гасит все рывки поклевка была такая вы бы видели так тут бровка поэтому надо вставать надо вставать ой рыба против течения пошла ох тяжеленький вижу ой какой хороший первый и практически трофейный я думаю в нем около оба двух килограмм и будет посмотрите стоило нам хорошенько прикормить и 1 1 лещ у нас в подсачеке красавец красавец я вам скажу нас спасла гибкость удочки из-за того что она качественно изгибалась мы перетянули бровку лещ оказался у нас в руках ну трофейный трофейный 2 это я наверно приврал немножко но полтора здесь железных друзья начало рыбалки а у меня в руках такая красивенная рыбина если вам нравится ставим лайк ой второй поменьше но прошу заметить ни одной мелкой рыбы ни одной клюют только лишь и в этот раз соблазнились с красной подсадкой красного опарыша наш мотыль промыт сейчас мы его приведем в надлежащий вид все мертвые личинки остались на сите мы их сбрасываем остальной мотыль выливаем на это сито он стекает и получаем высококачественную насадку бьем редко но метко третья рыбка и приятная так кто там давай 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 ай-яй-яй-яй-яй не страшно сейчас клюнет следующий а 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 мотылем крючок заметьте как сидит вроде и в краю губы но достать можно только с помощью экстрактора отличный лещ отличный садок а потом обратно в воду четырехметровом садке рыбам невероятно комфортно поэтому мы ложим туда только лещей для того чтобы посмотреть насколько наша тактика целенаправленной ловли крупной рыбы сработала моя излюбленная добавка при ловле леща это горох а какими компонентами угощаете леща вы пишите об этом в комментариях очередная лещовая поклевка в этот раз не будем спешить то рыбина которая сошла я ее откровенно говоря решил пофорсировать здесь я даже встану лещи стоят все им нравится наши угощения им нравятся так давай кто ты не хочет всплывать мы ловили на короткий поводок было весьма неплохо а затем решил решил дать лещу поводок по длине и сразу поклевка чем рыбы такие активные смотря на лето несмотря на температуру воды течение нет вообще рыба должна сдаваться на 1 2 но нет еще одно важное изменение нашей тактики это это изменение кормушки сейчас мы об этом поговорим более детально у нас наша целевая рыба стоит на точке но она уже хочет особого подхода хороший лещ мы сделали две корректировки то есть мы начинали с открытой кормушки вот но в какой-то момент лещи стали брать насадку но отказывались засекаться то есть он лишь пробовал чувствовал какую-то опасность и выплевывал насадку вот мы поэтому поставили кормушку закрытую полу закрытую точнее где хорошо держится животные компоненты так мы его отпустим и продолжим продолжим говорить два нюанса мы поставили закрытую кормушку поставили более длинный поводок и тут же такая ошеломляющая поклевка поэтому рыбалка какая-то череда экспериментов очень важный момент при ловле большой рыбы это терпение друзья нужно ждать ждать когда когда клюнет лещ трава зацепилась не наша рыба сразу воду если грамотно подходить к ловле то для поимки трофейных рыб вовсе не нужны килограммы животных компонентов достаточно несколько сот граммов опарыша к примеру сегодня мы израсходовали 250 граммов опарыша 200 граммов мотыля и все именно эти животные компоненты сегодня были необходимы лещу и мы их ему предоставили результат налицо если рыба не клюет нужно перекусить в то время забросить как можно больше пучок опарышей ох и и ждать собственно так мы и сделали минут 15 моя снасть была в воде и наконец-то мы дождались такой ну с ног сшибательной поклевки так давай покажи нам свой бок хорош да с лещом нужно набраться терпения темповая рыбалка здесь не к месту посмотрите как удочка отрабатывает это дает нам возможность использовать более тонкие поводки и маленькие крючки собственно крючок сейчас маленький нам не актуален а вот а вот поводок 0 2 рыба брать не захотела а 0 15 пришелся ей по вкусу видимо насадка жива на таком тонком поводке приятная сегодня рыбалка всемирные рыбы мелочи практически нет в этот раз чистые опарыши и снова прошу заметить как сидит крючок шансов у рыбы нет приходится его просто выбивать красивенный красивен кто бы подумал что такие лещи клюют практически практически в городе киеве солнце уже поднялось стало неимоверно жарко поэтому я разместился тут под деревьями в тени наблюдаю за удочкой вот надеюсь на поклевку но она случится не ранее чем через 15 минут поэтому есть возможность подумать что же нам еще стоит сделать чтобы поймать трофейного леща у меня есть несколько предположений во первых это яркие сухарики так называемая печевая липостанчина вот она невероятно ярко она привлекает внимание крупной рыбы ну и собственно я рассчитываю что это сработает в моем активе еще один прием для поимки крупного леща это кукуруза собственно я считаю что сейчас мы смешаем эти два компонента добавим сюда горох и прикормку нашу базовую смесь и сделаем небольшой декор и посмотрим насколько рыба отреагирует на наше новое угощение поэтому в ситуации когда клев становится хуже рыбу нужно непременно удивлять пишите в комментариях чем бы вы в данной ситуации удивили леща чтобы спровоцировать его на поклевку друзья вот это рыбина я ее держу на клипсе и просто она вам скажу управляет мной а не я ею даже не представляю какой там лещ поскольку он просто просто стоит вот он постоял секунд 30 и только сейчас начинает как-то потихонечку еле-еле всплывать вы только посмотрите какие рыбки мы дали кукурузу может там карп изгиб удочки говорит о том что это трофей дня пошла рыбина против течения каменистая бровка не хочется чтобы поводок коснулся камней иначе все рыба рыба уйдет вместе с крючком поводок напомню у нас 015 мы отказались от уолова вау это он есть это он оба да его мы ждали за ним и охотились ну такой я думаю двульничек железный железный а может быть и больше желтый какой так он нас сейчас всех искупает своей слези но мы потерпим ради такого момента можно и подождать спокойно твой крючок мертво залез ох так с этим крючок залез так что не достать ух какая рыбина посмотрите да мы набрались терпения и вот он порадовал нас поклевками сегодня мы встали рано именно чтобы поймать такую трофейную рыбу мы его поймали в принципе наш день уже удался и я считаю что на этом можно завершать рыбалку поэтому давайте посмотрим что же мы сегодня поймали наш день друзья явно удался мы половили трофейную хорошую рыбу за которой целенаправленно и приехали несмотря на то что я весь влещевой слизи я невероятно рад что проснулся так рано и прибыл на реку я очень надеюсь что все что вы здесь увидели окажется для вас полезным интересным и вы сможете это применять в своей собственной практике поэтому подписываемся на канал флагман тв и вы будете в курсе самой свежей полезной и актуальной информации ну а с вами был алексей страшный до новых встреч алексей страшный до новых встреч и алексей страшный до новых встреч и и алексей страшный до новых встреч